К маслоэкстракционному заводу начали подводить газ и электроэнергию. С ходом работы ознакомился глава администрации городского округа Борис Беляев. Борис Владимирович поинтересовался объемом работ и сроком их выполнения. Конкурс выиграла компания «Оникс» города Октябрьский. Им предстоит провести газопровод протяженностью 3800 метров и линии электропередач протяженностью 800 метров. Фирма-подрядчик уже приступила к работам. Газовые трубы проводят поджелезной и автомобильной дорогами методом наклонно-направленного бурения. Это позволит сохранить имеющиеся дорожные сети и значительно ускорит сроки выполнения работ. Сейчас мы стоим на объекте, где готовится трасса протяженностью 3800, делается прокол под железной дорогой. Подготовительные работы, как вы видите, начаты. Уже порядка около 400 метров трубы положены. То есть подрядчики обещают срок выполнить. Линия электропередач построена уже одна. Уже вчера была поставлена под напряжение. Согласно нормативам она должна 72 часа постоять под напряжением. Потом будет переключаться уже в рабочий режим. И завод получит то количество электроэнергии, которое ему необходимо для запуска первой очереди. Директор маслозавода Владимир Емелин заверил, что все работы ведутся согласно графику. Никаких бюрократических проволочек нет. Через три дня мы старую линию будем демонтировать и приступим к монтажу второй линии ЛЭП. Так что все идет по плану на заводе. Все у нас тоже идет. Пуск, наладки. Строительно-монтажной работой планируется завершить к концу мая. Продолжение следует.